Платить за услуги ЖКХ меньше? Возможно. Никакого мошенничества, только новые технологии и инициативы жильцов. Подробнее в репортаже с улицы Завраженная в Чебоксарах. Чтобы из крана с горячей водой текла именно горячая, а деньги не уплывали в трубу, Георгий Алексеевич постарался сам. Он всю жизнь работал инженером и когда встал вопрос о капитальном ремонте системы горячего водоснабжения, провел расчеты и стал убеждать соседей. Нужно ставить инновационный пластичный теплообменник. С ним согласились не сразу. Не будет это работать. Это все сказки, то, что ты рассказываешь. Не будет работать. Мы уже это эксплуатировали в водоканале, знаем. Но, однако, отлично работает. Суть такова. В доме так называемая закрытая система водоснабжения. То есть холодная вода идет в теплообменник, пластины которого нагревает вода из системы отопления дома. После нагрева вода идет в квартиры. Для сравнения, вот старый теплообменник. Несмотря на размеры, со своей функцией он справлялся плохо. Человеку нужна горячая вода. Остывшая вода идет. До появления горячей воды уходит очень много. То есть получается, как бы расход горячей воды большой, а человек фактически не пользуется этой водой. Это все деньги, потому что вся эта вода проходит через счетчик. Эффект новшества, использованного во время ремонта, жильцы оценили быстро. В январе месяце, значит, у меня по горячей воде сразу снизилось это. Объем воды снизился. Естественно, платеж. У меня, значит, обычно 6 кубометров горячей воды уходило в месяц. Все удивлялись, что это очень много. А теперь, буквально, вот последний месяц я заплатил за 3 кубометра воды. Если переводить в деньги, то в данном случае экономия 600 рублей. Затраты всего по этому дому на проведение ремонта составили порядка 725 тысяч рублей. Проведение ремонта, значит, не потребовало дополнительных сборов от жильцов. То есть все платежи были в установленном порядке. 5,80 было у нас по 2016 году. В 2017 году 6,08. Значит, тариф на капремонт. Такой Георгий Алексеевич есть не в каждом доме. Однако представители фонда капитального ремонта говорят, они всегда за энергосберегающие технологии. Помогут и подскажут. Было бы желание жильцов.